Год спустя на том же месте, в тот же час, сотрудники совхоза Тепличный снова отстаивают свое предприятие, оказавшееся на грани банкротства. Инвестор, у которого здесь ждали и на которого надеялись, как на спасение, хватило одного визита на производство, чтобы понять, он не готов вкладываться. Межрегионгаз за крупные долги, более 130 миллионов, перекрыло предприятие подачу голубого топлива. Производство встало. Люди вынуждены выйти на улицу. Вы понимаете, одна ночь. Выводит снег, одна ночь. И все, и совхоз рухнул. Понимаете, все стекла рухнут. Одна ночь всего, и весь совхоз просто рухнет, просто уйдет не в нее. Вопросов много. Людей интересует, на что пошли деньги, заработанные на продажу урожая. Что будет с цехами, есть ли шанс возобновить производство. Предприниматели, которые сотрудничали с руководством, сегодня тоже пришли на митинг. Некоторым Тепличный задолжал миллионные суммы. Ощущение полной бесперспективности, потому что есть основные вопросы, куда делать урожай, который был собран в этом году в полтора раза больше, чем в прошлом году. Были очень много вопросов, которые были не заданы. Обычно предприятие в этот период наращивало деньги и на будущий оборот, и еще капитал. А в этот раз перестали рассчитывать как с Газпромом, так и со мной, как с частным предпринимателем. Я знаю еще много предпринимателей, с которыми не проводились никакие расчеты. Губернатор на совещании в правительстве отметил, что надежда на сохранение предприятия есть. Но политические активисты и позиционеры, их на митинг пришло немало, считают, что если власти не поторопятся, из-за снега и холодов теплицы рухнут, и спасать будет уже нечего. Не верьте этим россказням о том, что область возьмет вас, область вас трижды продаст. Собравшиеся на митинг составили резолюцию, в которой просили руководству Межрегионгаз восстановить подачу голубого топлива, власти принять все меры, чтобы 600 человек сотрудников не остались без работы. Также разработать план вывода предприятия из кризиса. Предлагаем передать предприятие с федеральной собственности в областную, чтобы можно было без проволочек оперативно решать текущие вопросы. А областное руководство просит принять нас в область. Андреев Танеев предложил собравшимся продолжить митинг у правительства. Инициативу сотрудники предприятия не поддержали. Хотел бы, чтобы они сели в свои производственные автобусы и доехали до резиденции губернатора на Пушкино улице. И вручили лично резолюцию, если бы область уволил выйти к ним. Сотрудники не знают, что им готовят в следующий день. Если газ будет, будет и работа. Если нет, рабочих ждет простой и сокращение штата. Очень тяжело. Во-первых, у нас очень холодно. Температура в теплицах от 0 до плюс 3 градусов. Действительно, женщины работают в отвратительных условиях. Очень холодно. Ну и у нас, знаете, какое-то, хочу сказать, даже безвластие, можно сказать. Потому что Иван Михайлович Томаш находится у нас в отпуске. Росимущество, значит, не отзывает. Вот в связи с такой ситуацией, тяжелой, вот все подошли к самому краю. Я не знаю, почему Росимущество не отзывает его из отпуска. Пускать ситуацию на самотек сотрудники предприятия не планируют. Еще дважды на этой неделе они собираются выйти на митинг. Главное, по их мнению, регулярно доказывать власти, что их проблемы актуальны и требуют скорейшего решения. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.